Она вот будет, знаете ли, как-то фишки с Абсолют Рулеплей воровать, чуваки с Абсолют Рулеплей. Ну вам же ничего не должны. Что-то пишешь в репорт, потом, возможно, его как-то открываешь, и вот уже на всём этом начать писать по новой, там вот это вот. И опять-таки нажимаешь Enter, чтобы за чуваком наконец-таки проследили. То есть всё, это... Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Всех приветствую. Аризона, по всей видимости, продолжает воровать, вот, все вот эти вот, знаете ли, фишки такого проекта, такого сервера, как Абсолют Рулеплей, потому что вот я захожу туда, вот, во все эти, знаете ли, новостные издания, во всё прочее, захожу в какой-нибудь LiveSamp, будь он не ладен, в LiveMobile, везде захожу, везде всё читаю, и вот в последнее время можно просмотреть такую тенденцию, что Аризона РП вообще, ну, берёт какие-то вообще фишки у Абсолют Рулеплей. По крайней мере, такое мнение складывается, после того, как ты читаешь комментарии, в которых все говорят, мол, то что, блин, так это же уже давно было на Абсолют Рулеплей, типа это же уже давно там было, почему сейчас Аризона РП начала всё это делать, ну, мы что-то не особо понимаем. И вот сегодня, знаете ли, я, наверное, проведу некий обзор на все вот эти вот фишки с Абсолют Рулеплей, с Аризона РП, Абсолют Рулеплей, всё прочее. Изначально вообще, с чего всё началось, с чего вообще люди подумали, что Аризона РП, она вот будет, знаете ли, как-то фишки с Абсолют Рулеплей воровать, или какие-то прочие вещи делать. Когда только начал выходить лаунчер Аризона РП, со всеми вот этими, знаете ли, наворотами, со всеми прочими вещами, туда поставили сам подон. Абсолют Рулеплей всё это увидели, сказали, мол, чуваки, да вы что делаете такое, вы почему не заплатили, да, даже как-то, возможно, авторство не указали. У меня по этому поводу уже был видеоролик такой, знаете, детальный, в котором я рассказывал о том, что, мол, чуваки с Абсолют Рулеплей, ну, вам же ничего не должны. Вы же сделали вот это вот всё, ну, типа, и Аризона всем этим воспользовалась, ну, да, и что дальше-то? Зачем вы сейчас вот на это как-то на всё претендуете, всё прочее? Потом были какие-то прочие вещи, да, там постоянно вот говорили, мол, Аризона РП, вот, Аризона РП, она всё украла, она всё вообще сделала так, там, вообще всё она украла. И вот сейчас недавно вышло ещё одно обновление, то есть теперь, когда ты что-то пишешь в репорт, потом, возможно, его как-то открываешь, потом переоткрываешь, не выходя из игры, то последнее сообщение, оно в репорте сохраняется. Вообще, ну, поначалу я подумал, что это бесполезное говно, это бесполезная фигня, но потом я понял, что это, скорее всего, ну, бесполезная фигня, потому что, ну, что, зачем это всё сохранить? То есть я лишний раз буду нажимать, там, знаете, Ctrl-A, чтобы всё это выделить, и вот уже на всём этом начать писать по новой, там, вот это вот всё делать, потому что, ну, в самом деле, примерно я могу представить, для чего всё это нужно. Это, допустим, когда тебя кто-то деймит, ты пожаловался в репорты, там, я не знаю, репорт как-то проигнорили, как-то вот это вот всё сделали, прошло, там, больше сколько, там, трёх минут, или через сколько, там, в репорт можно писать, проигнорили, и ты потом опять, вот, не вводя ID, не вводя, там, все прочие вот эти вот вещи, ты просто, вот, берёшь, и опять-таки нажимаешь Enter, чтобы за чуваком, наконец-таки, проследили. То есть всё, это всё применение этой функции, которую я вообще могу найти. Типа, ну, обычная функция, и как оказалось, как даже пишет сам LiveSamp, вот, всё это, знаете ли, новостное издание, если его так можно назвать, а его так, ну, вряд ли можно назвать, оно пишет, мол, то, что, ой, да такая фишка, она, знаете, уже давно была на Абсолют Ролеплей, тем самым они, знаете ли, мотивируют людей, которые постоянно любят писать, мол, ой, Аризона РП сворвала то, Аризона РП сворвала это, они их мотивируют на это. И чуваки в комментариях у LiveSamp пишут, мол, ой, да, Аризона РП, она решила всё сворвать, да, Аризона РП, это вообще, знаете ли, проект воров, это вообще вот всё, типа, ну, они вообще очень плохие, они очень фиговые, что они вообще такое делают? Аризона РП, ой, я вот всегда знал, что это донат машина, а теперь это донат машина, которая всё это ворует. И понимаете, Абсолют Ролеплей же, когда выпускает все эти свои фишки с сам подоном или там с сохранением текста в репорте, да, со всеми прочими вещами, они же их никак, ну, я не знаю, не защищают авторскими правами, не регистрируют патент. Почему это нельзя взять, я не понимаю. То есть, ну, логично, что Аризона РП, она не хочет стоять на месте и хочет как-то совершенствоваться, чтобы всё было у них, там, знаете, получше, похорошее, чтобы игроки, типа, могли нормально играть. И вообще, игроки играют, возможно, кому-то вот в тех ситуациях, которые я описал раньше, всё это и поможет, когда, допустим, их там будет кто-то дэмить, один репорт проигнорируют, потом ещё раз начнут дэмить, и, в общем-то, они могут всё это написать. Или, там, знаете, один раз на чувака пожаловались, как-то там его, знаете, слабо наказали, потом опять человек перезошёл, у него тот же айдишник, та же ситуация, ты, опять-таки, в репорт всё это отправляешь, всё это пишешь, и всё. То есть, на этом всё, в общем-то, и заканчивается, и больше ничего особо такого не происходит. Всё, то есть, это, в самом деле, всё вообще. И почему чуваки на всё это так разозлились? Почему они такие, типа, ой, да, Аризона РП, ой, да, она опять всё сворвала, ой, да, там то, ой, да, там это? Лично мне, ну, абсолютно точно непонятно. Однако, вы можете написать своё мнение по поводу данной ситуации в комментарии, все комментарии я читаю, а на какие-то комментарии я отвечаю, какие-то могу лайкнуть, пишите их больше четырёх слов, и тогда всё у всех будет отлично, нормально и вообще хорошо. Айпи Аризона Рулепой Феникс, а также мой никнейм Данте Коннор, а также мой промокод NoToxic54, а также все прочие вещи, они находятся в описании данного видеоролика, заходите туда, и там вот со всем этим ознакомливайтесь, и там вы всё это, как бы, ну, делаете, чтобы у вас всё было хорошо. Спасибо за просмотр, встретимся тут же, завтра в 20.00. Я надеюсь, что мы встретимся тут же, завтра в 20.00, потому что, а зачем по-другому встречаться, как-то непонятно. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok